Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Катрин. Третья серия Хэви Рейн. Журналисты? Журналисты уже слетелись. И как только пронюхали... Где-то я записал его имя. Блейк. Чье имя? Лейтенант Картер Блейк, точно. Ага. Черт. Руки дрожат. Надо сосредоточиться хоть на какое-то время. Он, наверное, борется с зависимостью? Чертов дождь. Льет, как из ведра, с самого моего приезда. Миленькое местечко. Да, Джейн. Тело мальчика. Проход запрещен, сэр. Пожалуйста, отойдите. Агент Норман Джейн. ФБ. Можете предъявить значок, мистер Джейн? Да. Да, конечно. Эфби, ай, опен ап. Проходите. Мне нужен лейтенант Блейк. Он здесь. Да, вроде бы приезжал. Он где-то здесь. Спасибо. Все, мыслей больше никаких нет у главного персонажа. Пока что все так сумбурно происходит, что я не могу запомнить имена. Как бы всего лишь третья серия, ничего толком такого как бы не произошло. Ну и плюс, не знаю, мне кажется, имена не часто упоминаются. Серьезная подготовка. Ноль восемь четырех. Вау! Ни хрена себе, я не думала, что здесь будут такие технологии. Не представляю, интересно. Это типа с него... Эээ, а назад можно? Не, 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 надевай. Получается, этот тип был прототипом Конора. Мне нужен лейтенант Картер Блейк. Ага, в той стороне. Он стоит. Хорошо. Значит, мы сначала осмотрим противоположную сторону. Надо найти лейтенанта Картера Блейка. Так, место преступления. Слишком много народу на месте преступления. Едва ли сохранились какие-то следы, если они вообще были. Мне нужен лейтенант Картер Блейк. В смысле? А мыслей больше никаких нет? Да я поняла, где он. Хорошо, хорошо, спасибо. Спасибо. А че они все без зонтиков ходят? Тело, наверное, вон там, под брезентом. Вон там это где? Тут слишком много народу. Они затопчут все улики на месте преступления. О, че тут, че тут? Какой РС запись? Интереса не представляет. Винадлежит одному из полицейцев. Капец, они тут наследили. Труп еще здесь. Когда обнаружили тело? Простите, но... Да кто вы такой? Норман Джейн. ТБР. Хотите задать вопрос? Обратитесь к лейтенанту Блейку. Простите, это у вас не кофе? Там в термосе еще осталось. Угощайтесь. Спасибо. Чуть-чуть выпьем кофе для того, чтобы согреться. А то ему холодно. Без зонтик ходит. Так, ладно. Не-не, я ничего снимать не буду. Сначала входим, изучаем все. Так, с дороги. Не мешаем. О, это что такое? Пыльца орхидеи. Ее концентрация в воздухе быстро уменьшается из-за дождя, но рядом с телом ее все еще очень много. Это, я так понимаю, что-то значит. Лейтенант Блейк, агент Норман Джейдер, ПБР. Заходил в вам участок с утра, сказали, вы здесь. Если вы любитель сырости, пустырей, трупов, вы явились по адресу. Майк, подойди, скажи этому уроду с бульдозером, чтобы запкнулся на пять минут. Я тут тебя не слышу. Минут, нет. А, да, да, я тоже ничего не слышу нормально. Ну, вы идете, Джейдер? Итак, убийство? Собачник обнаружил тело мальчика примерно около шести утра. Пока это все, что мы знаем. Но можно не сомневаться, тут поработал мастер Оригами. Где там Коронер? Эй! Застрял в пробке, лейтенант? Мы ждем больше часа, черт подери. Личная жертва установлена? Не, пока не. Надеюсь, сегодня выйдет. Время смерти. Блин, я хотел свидетеля нажать. Судя по трупному отчинению, меньше шести часов назад. Точнее, скажет Коронер после осна. Свидетели есть? Пока они. Тут пусты. Сомневаюсь, что кто-то мог что-то видеть. Может, видели. Я не желаю, чтобы журналюги вступали сюда свои носы. Понятно? Что значит, сомневаюсь? В таком деле зацепки. Идеи уже есть? Мои люди обшаривают тут каждой сраны. Если убийца оставил какой-то след, его не упустят. Знаете, я тут малость занят. Может, мы с вами поговорим потом? Зайдите, пожалуйста. Конечно. Я понимаю. Можно я осмотрюсь? Да, пожалуйста. Эй, Джейда. Сообщите мне, если что-то найдется, окей? Мы теперь напарники. Давайте голоса поставим на 90. Окей. Оно. Все. Как я уже и говорила, нельзя в любом расследовании говорить, что да, не может быть. Этого не могло здесь произойти. И свидетелей тут нет. Еще там что-то нет. Да что угодно здесь может быть. Надо все проверять. Все и всех. Кто здесь живет? Кто кому в гости приходил? Может, еще видел. Какие-то автобусы проходящие. Так, меня отвлекли. Или для чего-то он взял. Какие анализы крови свидетельствуют о серьезном и длительном истощении? Лицо покрыто грязью, как у других жертв. Так, все? Нет, не все. На груди жертвы лежит орхидея. А вот и оригами. Маленькая фигурка оригами в правой руке. Вероятно, убийца поместила ее в кулак жертвы уже после смерти. Такое оригами снилось этому, нашему первому персонажу. Изучили. Так, 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 так. Это уже тут было или что? По-моему, да. А это? Так. Походу, он в эту сторону пошел. Отпечатки подложек рядом со следом пыльцы. Скорее всего, это убийца. Ё-моё, что тут с голосами? Ага. Туда ведут следы, да? Вот они любят ставить кнопки, которые рядом с друг другом. И нужно их одним пальцем нажимать. Сейчас, наверное, А высветится. А почему только одного Ахинда ФБР прислали? Надо было несколько. Красава. Штаны за 40 гривен, блин. Вывозились. Ага. Скорее всего, это убийца. Это что такое? Это, наверное, он тело тащил. ОРС ЗАЮС. А нет. Точно. О, щи-ш! Ну ладно. Это он приехал. Остановился. Стащил тело. Тихо. Тихо. Хорош. Там мы все глянули. А в эту сторону я так и не дошла, кстати. Ну ты сказала, что все нашел. Но мне кажется, нет. Я должна еще туда пройти. Дали бы всем полицейским, которые тут такие очки. Туча следов. Ладно, я думаю, все. Я возвращаюсь в участок. Вы остаетесь? Нет, я все сделаю. Я тоже еду. Тело найдено неподалеку от железнодорожных путей. Убийца всегда оставляет тела в таких местах. Думаю, я выяснил все, что мог. Пора возвращаться в участок, пока дело не закончилось воспалением легких. Блин, надо не забывать еще часто нажимать на мысли персонажа, чтобы понимать, например, в этом случае сделала я все или нет. Снимем очки. Классное приспособление. Интересно, кто его разработал. А тут нет никаких свидетелей. Нет, никто со мной разговаривать не хочет. Ладно. Зонтик бы с собой взял. Ой! А, мне еще дают возможность погулять. Погуляться под дождем. А куда тот пошел? А, он уехал. Ладно, все, тоже едем в участок. Как-то этот детектив, которого мы сейчас встретили, который уехал, не сильно-то пытается разбираться с делом. Как-то он так все легко и просто это рассказывает. Ну, подумаешь, очередная жертва, свидетелей нет, да, их и не может быть. И уехал. Вы получили доступ к новой награде. Количество осадка 19 миллиметров. Уже больше. Бабочка. А, это мне отвечать надо? А, ну, больше на волка похоже. Волчья морда. Клинки. На краба похоже. Краб. Краб. Смерть, тень, кровь. Ну, если честно... Не думайте, Итан. Говорите первое, что придет в голову. Так можно сказать первое, что придет в голову? Ну, тень. Какая смерть? Тень. Грозная тень. Это он пошел к психологу? В больницу. Беспокойство. О чем беспокоимся? Вот результаты вашего МРТ. К счастью, все в норме. Физических повреждений мозга нет. Однако тревожит ваше психическое состояние. Вам сейчас нелегко, но пора вернуться к жизни, Итан. Итан, Итан, позову Итан. Не вините себя в случившемся. Джейсон погиб из-за меня. Он мог остаться жив, не отвернись я тогда. Случилось несчастье. Такое с каждым может произойти. Поймите, нельзя вечно винить себя в смерти сына. Как там, Шон? Он очень замкнутый мальчик, как говорится, вещь в себе. Он очень доверяет маме. А меня сторонится. А вы сами, Итан. Что чувствуете вы? Депрессия. Я не хочу больше жить. Не вижу ни малейшего смысла. Даже ради сына, Шона? Я не спас Джейсона. Шону не нужен такой отец. А это был муж. Я подумала, это... ручка. О чем еще вы хотите рассказать, Итан? Я не думаю, что нужно ему говорить о том, что с нами происходит, потому что он нас еще... А вы счастливчик. Немногим удается выжить в подобное ДТВ. Клинику психиатрическую у нас... Сказал бы, что я счастливчик, доктор. Закроет и все. Двадцать пять миллиметров. Ни хрена себе осадка. Можем в кафешку сходить. Что-то случилось, Шон? Ну давай поговорим. Нормально. Не хочешь пойти и поиграть с друзьями? Мне неохота. Что сегодня нового в школе? Мне влетело за несделанные уроки. Ой. Нехорошо получилось, Шон. В следующий раз сделаем вместе. По рукам. Ну, он как бы сам не хотел. Надо как-то его развеселить. Видел у него в портфеле бумеранг. Когда-то и я не дурно умел их бросать. Давайте в бумеранг поиграем. А, бумеранг. Умеешь его бросать? Нет, не совсем. Он не возвращается обратно. Можно мне бросить? Давай, хоть его заинтересуем. Неожиданно. Но я поймала. Еще раз. Еще раз. А, вниз. Я вверх нажала. Ух ты, получилось, пап. Хочешь попробовать? А у меня не получится. Да ладно. Давай вместе. Ничего страшного. Новый купим. Самое главное. Это правильная поза при подаче. Бросай его прямо. И немного вправо. Летит, летит, по-моему, летит. Красава. Получилось. Здорово, пап. Отлично, Шон. Вот. Совсем не трудно. Ха. Повеселел немного. Уже хорошо. Пообнимались. Правильно, что Итан пошел к психологу. Качели. Может, покачать его на качелях? Может, покатать его на карусели? Давненько я не сидел на качалке. Что скажешь? Да. Я думаю, если бы не Буберанг, он бы отказался. Давай, садись. Так, только нужно... Да, пап, пап, хочу летать. Осторожно. Садись. Садись. Опа! Завис! У меня опять предчувствие просто ужасное. Похоже, ему весело. Давненько он так не улыбался. В этой игре, блин, как только ты веселишься, все хорошо. Идем сюда. Потом что-то случается. Ой, я такое не люблю вообще. У меня иногда голова кружится и начинает тошнить, если в играх что-то резко двигается. При ходьбе, там, не знаю. А это карусель. Ой! Сори. Я думала, надо отпустить. Давай, пап, еще быстрее! Ю-ху! Смотри, что мне не стошнило. Быстрей! Быстрей! Да бегу, бегу, бегу! Давай, 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 бегу, бегу! Хрена себе! Вот у меня уже начинает кружиться голова. Хочется ригать уже. Тренировка для космонавтов, парень. На коньячки еще можно пойти. Похоже, ему весело. Давненько он так не улыбался. Нет, чего уйти? Он, идем на коньячки. На коньячки пошли. А, нельзя? Сейчас, подождите. А, нет, ничего купить нельзя. А где он делся? А, пошел на место, сел. Молодец. Я придумаю, чем нам с ним заняться. Может, покачать его на качелях? А где качели? Да, детишки, дайте пройду. А где качели? Будьте добры, пакетик клубничного мармелада, пожалуйста. Спасибо. Так, а он качели увидела. На мармеладке и пойдем качаться. Эй, я купил мармелад. Не люблю клубные. Ну, ничего, сами съедим. Ладно, все равно спасибо. Так, теперь на качели. Нет, 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 уходить не будем. Идем на качели. Проведем максимально время с сыном. А вот качели в детстве я любила, но чем старше становилось, тем больше мне не нравилось сильно качаться. Потом мне становилось страшно. Давай, пап, выше! Что еще деткам нужно для счастья? Чтобы им уделяли внимание, гуляли с ними. Было классно. Похоже, ему весело. Давненько он так не улыбался. Тучи собираются. Похоже, скоро будет дождь. Я придумаю, чем нам с ним заняться. Так, я надеюсь, он побежал обратно на лавочку. Ой, там целуются возле стенки. Здесь мы уже, да, сидит, покатались. А вот тут, вот что-то можно сделать. Так, ну все. Ну, боже, тут нечем заниматься. По-моему, дождь собирается. Думаю, нам пора идти. Ага. Так, рюкзак забрал? Пап, я вспоминала, как все было. Тогда, когда Джейсон был жив. Иногда мне так хочется, чтобы все стало, как раньше. Куда мы идем? Куда мы идем? Я об этом еще давно думала. Выбирай коня и садись. Я куплю билет. Один билет. С вас доллар. Капец, шарик стоил дороже, чем билет на карусель. Два доллара. Капец, шарик стоил дороже. Меня могли сейчас сбить. Как неожиданно тут высвечиваются кнопки. Капец. Опять эта улица. Я не понимаю, это реальность или нет. Или у него галюны. Он, получается, пережил клиническую смерть. Вот рюкзак. Может быть, он сейчас въехает. Жук! 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 А жене позвонить. Что происходит? Е-мое. Шо-о-о-о-о! Что происходит? Шо-о-о-о! Ха-ха-ха-ха! И еще больше осадков 34 Капец Так, ладно, останавливаемся тут Получается, Итан, он пережил клиническую смерть У него сейчас депрессия, и он боится потерять второго сына Так как он потерял первого Он винит себя в этом И, скорее всего, на почве всего происходящего У него развились какие-то провалы в памяти Или, не знаю, предсказания какие-то Или что, он боится потерять второго Плюс вот этот вот Этот серийный убийца У него все в голове смешивается Получается каша, блин, бедный Итан Я надеюсь, я смогу сохранить Шона Или я уже его потерял Ничего не понятно, ладно Надеюсь, вам, ребята, понравилась серия Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите колокольчик Комментируйте Всем до встречи в следующем видео Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok